привет дружище сегодня как никогда рад приветствовать тебя и видеть на своем канале а что-то по моему настроение то у тебя не такое что-то на рыбалке не бывал тем более на льду да так надо исправлять эту ситуацию сейчас подожди держи удочку блин чё делаю то так не получится ладно извиняй короче нафиг тебе удочка бери любой там карандаш линейку указку ручку что есть под руками бери смотри этот выпуск по сядь удобнее вот так вот так садись на стул смотри строго в монитор либо в телевизор где ты смотришь данное видео не знаю и подсекает только в нужный момент тогда когда это действительно нужно делать сегодня мы с тобой ловить окуня и сейчас я отдохну и отправлюсь на водоем только ты подсекай вместе со мной без тебя мне не справиться нам нужна сила двойная чтобы наловить кучу рыбы все понял вперед кстати дружище сегодня хочу с тобой прогуляться на омут моей любимой реки под названием луза там просто шикарное место правда рыбка не крупная но я думаю нам с тобой хватит и такого размера чтобы получить массу удовольствий скорее всего там уже будет место занято и рыбаки уже не спят я сегодня слегка проспал но нет ничего страшного мне кажется места хватит всем вчера там был вместо разузнал лед уже стоит вчера еще было рано заходить на сегодня вот самый раз сегодня кстати нас с тобой ждет солнечная погода сейчас смотрите даже последние облачка рассосутся и вот на улице просто шикарно и этот факт меня еще больше радует так что оправляемся дальше осталось совсем чуть-чуть не могу ловить рыбу но пока нажми на паузу и налей себе чаю или кофе что там больше любишь в одну кругу руку вели кружечку другую свою импровизированную удочку и сейчас будем подсекать ловить 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 вперед друзья глазами не вижу пока никого нет что ж друзья мои вот я уже и на водоеме лед тоненький но уже вчера кто-то пытался заходить потому что видно провалились у берега но все равно на лыжах кто-то пытался походить видно что лунки сделаны сегодня блин буквально 2,5-3 сантиметра лед дай бог ты то есть ли еще два с половиной это не везде вчера люди пытались ходить но мы сегодня я думаю половим вперед а 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 вот друзья вот такие вот матросы нам сегодня предстоят по моему не крупнее не мельче не средний размер нашей нашей реченьки в наших по крайней мере ближе к городу недалеко от города где-то подальше города конечно есть хорошие длинторы ну тут мелочевочка 1 вот а бойки матросик маленький но шутенький отцепим его аккуратненько и отпустим обратно сегодня они нету никакой цели наловить там вместе домой и все что хорошее поле меня будут попадаться возьмем кошечка а если нет все-таки то и брать не будем вот он красавчик вот он красавчик кстати друзья для начала я взял и из своего чемодана достал удочку но этого оставим кошка не крупный ну ладно не будет достал свою чемодана удочку с мормышкой которая ловится с подсадкой то есть я взял червячка насадил на мормышку и это самый простой для любителя вариант ловить на мормышку окуня то есть мне если бы безмотыльные мормушки если бы бёсинки балансирует лед для новичка кто хочет только начать попробовать мормышка с насадкой самый простой вариант так что сначала я попробовал если расклеется рыба можно воровать что-то другое вот вот так стать угли данная мормышка это не спортивная мормышка для спортивной мормышки это большая очень мормышка на около трех миллиметров на на больше еще но для любительской рыбалки сама то другое и я не могу подчеркивать и против мормышка на химпаде умерли на мормышку а вот так вот тихо-тихо-тихо-тихо это уже позачетнее даже переживал маленько за безусловно с лески у меня тонкие стоит 07 и не то чтобы он ее мог оборвать он муки перерезать а к я в лунке потому что не очень острый этого хлопца мы оставим покажем кошкам они же у нас любят окуньков есть и что ж друг мой любимый рыба сегодня не активно но это есть причина некая причина я расскажу позже чуть-чуть сейчас я делаю стереолунок пускай они настоятся но я пока согрею руки включаю и просто вот реально первые рыбалки руки мерзнут хотя кто стоит за каналом постоянно знаю что и минус 30 хожу и без рукавиц рыбачу и ничего с нами случается в это есть небольшие секреты о которых я уже рассказывал но сегодня ну просто еще не привык сам к морозу хотя на улице всего лишь минут 7-8 ну максимум может минут 10 там не температура скачет а пока надо луночки сделать а вы мне чаю налите хорошо ничто на рыбалке не были на зиме не следует так как кружка горячего чая платина на костре сделан но у меня сегодня очень ограниченное время так что я с собой беру сегодня термос да и в основном на зиме рыбалки берем с собой термос а потому что зимний день короткий тем более перволюдный когда уже конец осень и начало зимы самые короткие дни и просто если рыбачишь на удочку то времени развить костер просто нету и варить чай если допустим рыбачишь на жерлице там уже можно испектичий кунь на костре то есть жерлицу выставил и проводил время долгий но меня себе задача половить сами окунь то чем я пока и благополучно занимаюсь но он нет кием вот он вот он господа очередной окунёк попадаются на окошечко маленько взять штучек 56 хотел поймать это вперед то есть основа часть опускаю но давайте отпустим его тоже очень уж мелкий но кошки меня не поймут серьезно говорю друзья объясню главную причину без клюви почему я уверен что если бы есть и почему я думаю что она не клюет рыба здесь есть потому что ее было практически видно визуально то есть я рыбу не видел но я видел когда ходил просто долбил лунки так шевелится трава подо льдом то есть рыба убегает от шагов соответственно делом выводы глубина маленькая то есть меньше метровки но в районе метра лед прозрачный рыба нас слышит видит и в данный момент еще раз говорю плюсом это точно не плюс то есть вот эти вот все факторы рыба есть рыба нас боится просто опять из травушки мы вывели очередного окунька и надеюсь вы там помогаете не потекать отчета у меня чувствую чтоб она может подожди как она не знает как то есть это чтобы медитация и у вас или на у нас есть рыба нижние кто-то отчет не может быть рыба нижние кто-то его забыть не взглядов вот такой бойкий попался такой уже интересный довольно не крупный но радует такой вот экземпляр он блин сильнее чем есть на самом деле то есть несмотря на такой размер упористый такой вот окунь он прям клюет сопротивление такое мощное дает ой какой ой какой какой огурок я думал ли галлюцинация что ли такой в руки задевает вроде нет вроде задевает вроде нет а тут вот какой он оказываться причину почему рыба в таких местах должна быть кому-то за девочки затоны они замерзают самые перо на реке а в данный момент по реке не несет шугу это шуга очень сильно шумит и рыба боится и жмется к берегу соответственно самое хорошее укрытие для нее вот этого шума от этого боится страха вот эти вот есть места но опять же она и так убежала от этого шума то есть боится она его и мы шумим и она в панике вот стопы находятся в таком вот из-за этого сегодня причина опять же бесклевья то есть рыба здесь есть рыба испугана она в шоке находится в таком вот непонятном то есть первый раз я здесь был когда я ловил хорошо окуня окунь меня видел окунь боялся но он клевал то есть он не был напуган перед этим потому что по реке не несло шугу сегодня же большой шум на реке рыба вся сюда рванула здесь еще я шумлю рыба в шоке находится и просто из этого вот и не клюет как только она привыкнет к этому всему она начнет клевать активно и снова вот в этом же месте это буквально завтра возможно может послезавтра здесь клев будет просто феноменальны я в этом прям увидят вот она там а потом 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 вот он ребятки опять попадаются на окунек и вот тоже опустим опять мелкий да дай я же тебя отпускают пить или кому и отпускать бегать молодец товарищ порадовал великая 5 и и вот и и и и и и Друзья мои, рыба сегодня неактивна, клюет очень плохо. Время отведенное на рыбалку подошло к концу. Пару штучек я взял для кошек, чтобы угостить. Ну а в целом рыбалка будет полноценная еще и завтра. Завтра мы друзья не поймем его иджутся. Я буду иджутся, не знаю как, друзья. Ну а потом уже можно стоить планы, куда съездить за щукой. Так что, друзья, все это будет впереди. Ну а сегодня мы, пожалуй, будем заканчивать, потому что рыба реально клюет очень плохо. Что ж, дружище, смотри, как разогралась погода. Это, блин, просто круто-прикруто. Одно вот сегодня нехорошо. Рыба клюет очень плохо. Вот это плохо. А со мной все хорошо. Но не в рубеж счастья. Друзья, у нас целая зима впереди. Завтра я ем на рыбалку, послезавтра я ем на рыбалку. Будем лоить жеса, потом щук, потом окуней, потом налимов. Короче, лоить будем все. И каждый день, я надеюсь, пока погода позволяет. Но вот сегодня вот таким вот добрым днем, уже не утро, уже 12 часов, то есть именно обед, я возвращаюсь домой с офигительным настроением. Просто меня аж распирают, как это все круто. Погодка изумительная. Отловились плохо, но это ничего, это, блин, просто мы побывали очередной раз на льду, половили хотя бы немножко рыбы. Это уже большой лайк, который, я надеюсь, вы сейчас поставите мне. Спасибо, друзья. Увидимся завтра на водоемах. А теперь побежали подготавливаться. Мормушки перевяжем туда-сюда. Все, до завтра.